В ДНР завершился двухмесячник по благоустройству городов и поселков республики. Только в Харциске за пять субботников были убраны оставшиеся после зимы тонны посыпочного материала и мусора, высажено 2000 саженцев сосен, приведены в порядок детские и спортивные площадки, ликвидированы несанкционированные свалки. Одна из самых больших стихийных свалок в центре города – заброшенный котлован за городской больницей в минувшую субботу попал под пристальное внимание Харциского профессионального лицея. Десант из полусотни учащихся и преподавателей получил задание очистить от мусора, пустых бутылок, сухих деревьев и листвы довольно обширную территорию, мимо которой ежедневно проходят сотни горожан. Ребята с энтузиазмом работают, вышли, никто не отказывался, решили, что надо убрать город, чтобы город был чистый. И все ребята ходят с родителями в парк отдыхать и проходить мимо этой свалки заброшенной неприятно. Поэтому вместе с мастерами, с преподавателями вышли на субботник и убираем территорию. Пустые мешки ребята вручную заполняли разным хламом за считанные минуты. В целом же операция по уборке заброшенного котлована длилась несколько часов, время за которое многие учащиеся лицеи смогли подтвердить на собственном опыте важные истины, до того известные, но воспринимаемые как нечто весьма абстрактное. Все поколения любого возраста, люди должны принимать участие в субботниках, все должны делать город чище. Я вот сам, когда убирал, услышал от одного паренька, говорит, я больше мусорить не буду, потому что на своей шкуре понял, как это тяжело убирать. Надо сообщать, делать город чище. Помощь в ликвидации мусорной свалки учащимся профлицея оказал коллектив теплосети, прислав необходимую технику. Теперь главное, чтобы взрослые, основные виновники появления мусорной свалки на месте заброшенного котлована оценили труд детей и коммунальщиков. И эта территория в очередной раз не превратилась в полигон ТБО в центре города.